Ваше предложение сводится к тому, чтобы большое лебяжье и светлое углубить до 3,5-4 метров, проложить экран из бетонин и дольфт, с тем самым, чтобы они скучат их мандалин и существование. То есть, в первую очередь вопрос, это действительно 3,5-4 метра и бетонин по экрану. Да. То есть, Ваше предложение, это именно косвенность большого лебяжья и дольфт, сухого. Да. Сухое предлагается оставить, сечь его дамы, но принимать, так надо прислушиваться. Не делаем сразу большую глубину. Там, где мы, собственно, все, мы заранее проговаривали, Сергея Александровича мы заранее проговаривали. Мы говорим о том, что мы оставляем другую часть озера, создаем специальное морководие, делаем некрутые откосы умышленно. То есть, будем возвращать на них часть того плодородного слова, который будет срезан. То есть, средство плодородного слова, и затем она будет возвращаться. Может быть, уже надо ускорить создание проектной декомендации и перейти к плану мероприятия по крайней окружающей студии. Потому что, в принципе, по-моему, вся система изыскания выполнена. Фактически материал достаточно. Ускорить надо. А архитектурное решение, которое здесь подпадается, там есть несколько очень красивых вариантов, но все-таки надо трогнуть, на сколько они будут вписываться. Что происходит с озерами? Это естественный природный процесс. Бесточные озера обязательно зарастают. Они будут зарастать. И если мы хотим сохранить плодородом в черте города Казани в лесопарковой зоне, мы должны учитывать, мы должны, в общем-то, бороться с этим. Потому что всегда происходят заявления и зарастания. И год от года то же самое, что с водохранилищем происходит. И будет происходить. Рано или поздно водохранилище заполнится. Все полностью. Вот этими наносами это естественный природный процесс. Вы должны понимать, что здесь корни обитаемых слоев, там уже очень много графитов, там есть спящие в стадии гидробионков. Вот это, конечно, очень внимательно. То есть, когда начнется сама работа, то тут надо послойно все-таки заниматься этой территорией. Если мы вырубаем деревья, вырубанные деревья, значит, на дроид, на дробилку, на сжигание, если нам возвращать город. Что делать с корнями? У них там, вы понимаете, будут сотни кубометров. Вот этот корни обитаемый слоев надо собирать отдельно. Отдельно собирать чистый песок, который потом пойдет на возврат на пленку. Личный песок вывозить. Потом в обратном порядке в летнее время. Значит, апрельский запуск воды отменяется. Впереди лета. Надо это делать очень тщательно. Постойно все выкакывать. Цифры не совсем правильно здесь названы. На счет 8-10 раз минерализация повышенная. Она, по нашим данным, всего в 1,3-х водили в 1,5 раза выше минерализация, чем то того, как она пополнялась. Это же малые лебяжи с квашеной пополнялась. Вот. И по поводу предложений, значит, последнего выступающего, что осушить, значит, малые лебяжи и так далее, туда комплекс работ, такой же привести. Вы знаете, важно определиться, значит, паритет. Это все здесь называют рекреационная зона и экосистема. Так вот, прежде всего, я думаю, что все равно это речь идет о отдыхе человека. Естественно, там дорожки и так далее. Да там обязательно нужны дороги, потому что, если это зона отдыха, туда будут, ну, наверное, многие тысячи, десятки тысяч людей приезжать. Важные дороги, чтобы вывозить мусор за этими отдыхающими, я извиняюсь, и так далее. И мы считаем, что без, правильно здесь выступали докладчики, что цикл жизни озер, он имеет место быть, и поэтому нужно, если это рекреационная зона, постоянно предусмотреть пополнение воды.